Привет! Сегодня мы поговорим на тему разводов, когда, к сожалению, бывает такая ситуация, что людям не удается построить отношения, то им нужно разойтись, закончить эти отношения, чтобы дальше как-то строить свою жизнь, насколько это возможно, с чистого листа. Хотя с чистого листа, в принципе, ничего в жизни человек сделать по-настоящему не может, но, тем не менее, когда одна история болезненная заканчивается, нужно постараться ее закончить максимально. Поэтому сегодня мы обсудим такую тему, как разводы, что вообще, что с этим делать, зачем это нужно, как вообще смотрит Тора на всю эту историю. Удивительная в Торе это то, что она, с одной стороны говоря, о высоких принципах моральных, к которым человек должен стремиться, задавая очень высокие планки во многих аспектах человеческой жизни, в плане взаимоотношений с другими людьми или взаимоотношений с Творцом. При этом Тора не закрывает глаза на те нехорошие моменты в жизни человека, которые могут происходить. То есть Тора говорит нам, что делать в случае убийства, что делать в случае воровства. И в том числе Тора нам говорит, что делать в случае, если у людей не получилось построить взаимоотношения, и они не хотят жить дальше вместе. В этом случае людям нужно развестись, закончить эти взаимоотношения максимально достойным образом. В современном мире, когда у нас как бы институт семьи очень сильно потрепан, и у людей очень такое поверхностно-бытовое отношение к понятию семьи, только как бы может быть в аспекте каких-то имущественных моментов, то есть там поженились, развелись, как бы не проблема. Тора не так смотрит на всю эту ситуацию, и семья – это очень важная вещь, и человек должен стремиться сохранить семью и приложить к этому максимум усилий, потому что семья – это не только все хорошее, что есть в этом моменте, но и также многие негативные моменты, ссоры и совместное переживание различных жизненных ситуаций тяжелых. Вот на моментах спада это не значит, что на этом семья должна обязательно заканчиваться. Человек, который, скажем так, пользуется другими только в тот момент, когда ему это удобно и когда это легко, он выглядит очень эгоистично. По факту семья – это такой как бы единый организм, который помогает человеку пережить и хорошее, и плохое. И если, не дай бог, происходят какие-то внутренние разлады в семье, и ссоры, и какие-то конфликты, человек должен стремиться найти способы их уладить, найти способ восстановить время отношения и приложить к этому массу усилий. С другой стороны, если это не удалось сделать, и если, например, с одной из сторон в семье, а может быть, и у обеих сторон, отношение к этому вопросу теперь такое, что человек больше не готов строить отношения дальше, ну вот все. Человек решил для себя, что больше он не хочет ничего делать, ему это дальше не интересно, и никакие усилия его партнера не способны его заинтересовать. В этом случае очень важно людям правильно закончить взаимоотношения, развестись, и только после этого начинать новые взаимоотношения. Ну, мы не будем сейчас здесь обсуждать психологические стороны этого момента, потому что это важно и с этой точки зрения тоже. Но если говорить о духовной стороне, поскольку есть запрет на то, чтобы мужчина и женщина вступали в отношения, кроме как внутри брака, то есть мужчина не может вступать в отношения с другой женщиной, и женщина может вступать в отношения с другим мужчиной, если они находятся сейчас в статусе мужа и жены, то если их отношения закончились, им нужно развестись для того, чтобы они могли строить теперь новые отношения и для того, чтобы не нарушать вот этот запрет, запрет прелюбодеяния. Поэтому очень важно людям закончить свои отношения должным образом, оформить развод. Для обныновых это может быть либо развод через ЗАГС, либо это развод в какой-то другой форме, хотя бы чтобы люди вот заявили всем, что они расходятся, они не живут вместе, что они больше не являются мужем и женой. Но это очень важно, потому что в противном случае получается, что они нарушают запрет прелюбодеяния. И так же, как Всевышний дал человеку возможность плодиться, размножаться и вступать в главные отношения, это было дано не просто так, чтобы человек получал удовольствие, а дано с определенной целью. И если человек использует это не то, ради чего Всевышний это человеку дал, то по сути он навлекает на себя большую вину в глазах Творца, что тот дар, который человеку Всевышний дал, возможность продолжать свой род, плодиться и размножаться, человек использует по своему собственному усмотрению исключительно для собственного удовольствия. В этом случае человек несет большую вину в глазах Творца, таким образом пренебрегая тем, что Всевышний ему дал, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, если, не дай бог, люди находятся в статусе развода, и они, может быть, еще не развелись, но заканчивают свои отношения, человек должен четко понимать, что любые его дальнейшие взаимоотношения могут начинаться, когда он закончит эти взаимоотношения. И вступать в половую связь, находясь в браке, абсолютно запрещено, человек должен закончить одну историю, и после этого он может начинать другую. Это важно для него самого, для его детей, для того, чтобы вся эта история имела благословение в глазах Творца и не вышла человеку боком. Но даже с психологической точки зрения человек должен закончить одни отношения, потом начинать другие, иначе он все время будет тащить за собой хвост прошлых отношений. Вообще, конечно, от этого хвоста, в принципе, сложно избавиться. Как вот недавно были забавные такая информация, ну, мне она показалась немножко забавной, что очень часто люди, когда ищут себе партнера для второго брака, очень часто руководствуются и выбирают партнера похожего на того, который был у них в первом браке. То есть это происходит, наверное, потому что в первом браке люди, да, видели что-то хорошее, но им не удалось построить эти отношения должным образом, и поэтому они как бы сбежали от проблем, но по сути продолжают искать себе то хорошее, что было тогда, надеясь избавиться от этих проблем. Человек должен понимать, что если он приложил усилия и не получилось построить семью, это не причина того, чтобы отказываться от идеи все-таки построить в будущем хорошую семью. И да, бывает такая ситуация, что не все получается, но тем не менее человек не должен отчаиваться построить хорошую семью, и в мире должна точно найтись для него пара. Поэтому даже если одни отношения закончились, нужно не падать духом, а как бы подождать, сделать для себя какие-то выводы и продолжить поиски кого-то, кто сможет составить человеку достойную пару. С другой стороны, наверное, есть какие-то причины, которые могут явиться прям конкретные причины для развода, когда, наверное, нет возможности что-то изменить, если, допустим, кто-то из супругов проявляет насилие, или одержим какой-то зависимостью, или просто психически больной человек, и не собирается, не может ничего с этим сделать, в этом случае, наверное, нет решения о этой ситуации. Если человек не готов прожить с этим всю жизнь, это терпеть, и нет способов это изменить, человек не обязан страдать всю жизнь, он может как бы закончить эти отношения, которые не запрещают человеку развестись, а наоборот, если есть необходимость, то человек может и должен развестись, чтобы построить счастливую семью с хорошими отношениями. Это то, что можно, как бы сказать, по теме разводов. Конечно, есть много личных ситуаций, и нужно пытаться их решать, искать способы, но лучше, когда люди, если им не удалось построить отношения, заканчивают их максимально хорошо, сохраняя просто нейтральные взаимоотношения, не устраивая из этого войну, не ссорясь, не начиная там устраивать войны за имущество, за детей, за все что угодно. Чем быстрее и мягче эта история для обеих сторон закончится, тем проще и будет начать какую-то новую страницу в своей жизни, а не жить вот с этим постоянным чувством боли, мести, обиды и прочего. Но я желаю всем, чтобы до этого не доходилось, чтобы всем удалось построить или сохранить крепкую здоровую семью, потому что, конечно, это является целью, а не то, чтобы тем свадеб и разводов искать себе более и более совершенную половину. Если люди разводятся по какой-то надуманной причине и бегут от проблем, это не значит, что после развода станет лучше от нерешенных проблем. Но если у этой проблемы действительно нет никакого решения, то тогда что делать? Но еще раз я хочу пожелать всем крепких и здоровых отношений, чтобы каждый достоился настоящего богословения и мира в доме.